доброе утро вот такое доброе утро хочу вам еще раз показать эту красоту ну вот есть же люди которые умеют ухаживать смотрите это же просто бесподобно и у меня торчат сухие палки смотрите какая красота выдались же соседи друг у друга идти и эти так умеют ухаживать не просто так я вам это показываю сейчас расскажу почему представляете у нас что-то сегодня очень серьезное случилось в доме напротив я так полагаю потому что я сегодня приехала из ваниной школа нет поехала даже ваню отвозить в школу было очень много полиции очень много людей в черных костюмах даже не может не в черных костюмах но в костюмах таких то вот в пиджаках брюках галстуках много машин и таких машин знаете безопознавательных знаков да просто машин гражданских и очень много полиции и вход в квартиру охраняется полицией уже сейчас у нас где-то часов 11 и вот считаете с 8 утра то есть как минимум три часа уже полиция что-то делает и мне кажется что произошло что-то очень серьезное потому что но если это просто ограбление мне кажется что все делается гораздо быстро быстрее вот если человек умер просто собственной смертью то же самое я не знаю слава богу порядок как здесь происходит что но мне кажется это все не решается таким количеством человек вот сейчас видите приехала большая машина такая как мини лаборатория какая-то я не знаю что они там делают как это эксперты наверное ходит осматривают дверь получается в квартиру за углом на первом этаже я не знала что это за квартира мы вернем и до сих пор не знаю какая именно квартира как сказать где ее окна то ли это вот нижний угловой балкон то ли это дальше туда с той стороны квартиры мы не знаем но происходит что-то явно очень такое нехорошее приехала чуть пораньше за вами школу есть у меня минут десять я вам расскажу чем пока вся история закончилась с этой полицией закончилась она очень печально из квартиры в итоге вынесли труп дело в том что в этой квартире жили мужчина и женщина я их вообще не помню я так знаете как-то мужчину еще более-менее где-то смутно так если представляю как он выглядит женщину вообще нет вова помнит их причем вова говорит что он регулярно сталкивался с этим мужчиной дело в том что квартира на первом этаже и балкон но он фактически на земле да это как такой мини мини дворик что ли до огражденный и он говорит я регулярно с ним сталкивался он на балконе стал курил а я где-то мимо проходила он мне там приветливо улыбался мы здоровались и все вот я не помню вообще я бы в лицо не узнала если бы увидела вот и вова говорит что буквально вчера вечером он возвращался с вами из площадки они играли в футбол ходили вот встретил этого мужика с ним поздоровался примерно нашего возраста мужик можно сказать молодой парень даже да так скажем вот и в общем то вот такие вот дела ну то есть сразу было понятно что произошло что-то страшное потому что потому сколько было полиции сколько было экспертов и каких-то мужчин штатском скорее всего это какие-то следователи наверное я не знаю сразу понятно что это не ограбление это не не какая-то бытовая просто смерть вот в вышел на улицу там стояли несколько наших соседок он вышел на улицу спросить может быть они что-то знают знаете даже низ скажем так не из-за любопытства а больше потому что нам-то там жить понимаете и хочется все-таки знать что же в итоге произошло нам бояться чего-то или как нам вообще там остерегаться может быть смотреть наблюдать там ну что делать вообще никто ничего не знает единственно что они сказали что умерла женщина вот как они сделали такой вывод я не знаю единственное что воскал что мужчины там очень такой маленького небольшого роста худенький такой вот такой вот такое телосложение женщины на борт высокая крупная вот тело выносили крупная в общем такие вот дела такие вот дела сейчас уже все разъехались ничего не не говорит о том что что такие то действия производились все тихо спокойно почему я вам показывают цветы потому что у нас есть соседка которую во время локдауна мы угощали хлебом я пекла хлеб и угощала ее хлебом так вот сегодня она к нам пришла и принесла мне два вот таких пакета цветами которые мне предстоит посадить знаете с одной стороны это очень конечно приятно такой знак внимания но с другой стороны мне теперь придется сейчас тратить время на то чтобы их сажать а я собственно делать этого не планировала хорошо что у меня есть земля вот у меня есть смотрите целый большой пакет у в багажнике лежал а так бы мне пришлось еще и землю ехать покупать знаете это все равно что хомяка подарить или там я не знаю попугая да когда тебя не просит собственно об этом поэтому сейчас буду заниматься тем что сажать цветы иначе они просто если особенно дождь пойдет все это размокнет и они просто будут не пойми какие смотрите успела я пересадить все цветочки вот что получился фукари там я их отнесу вниз полью не сейчас чуть попозже не когда сейчас мы сейчас ваньком едем на футбол каря тут еще у меня иди и надо так что вот так вот пока вот так вот знаете мне недавно в комментариях дали один совет толковый варить пельмени не просто в воде а добавить туда луковичку я сделал половину луковичка меня мало воды и укроп сейчас я укроп достану помою положу пока еще перчик горошком кину тоже думаю лишним не будет и вот такой укропчик положу потом попробуем я вам скажу как нам понравилось не понравилось знаете судя по аромату который уже исходит от этой воды я чувствую что будет очень вкусно пока ванек занимается мы приехали на футбол уже расскажу вам последние новости пришла к нам полицейская женщина для того чтобы спросить нас не видели ли мы что-то странное причем сначала вова дверь открыл пошел с не разговаривать приходит говорит мне спускайся тоже она тоже хочет с тобой поговорить у тебя взять показания вот он говорит что потом уже я я никаких вопросов не задавала а он с ней с полицейской разговаривал вот и выяснилось значит действительно женщина умерла вот и его спросил как вы думаете что это убийство она сказала что как сказать все выглядит странно то есть они будут делать скрыть и они подозревают что да это смерть не было насильственная значит мужчина который с ней живет и жил не скрывается он с полицией вконтакте она сказала что то есть был спросил если вдруг я увижу этого ее мужа или кто он там я не знаю бойфренда что мне делать полицию звонить бежать скрываться что делать вообще она говорит нет все нормально он не скрывается от полиции он на связи вот как конечно каких-то деталей там расспрашивать я думаю что вовне стало я думаю что это просто неуместно вот но тем не менее вот я вышла тоже поговорить с полицейским вот конечно я ничего не могла не видеть не слышать потому что все произошло они предполагают там в пять шесть утра и на спальне выходит абсолютно на другую сторону то есть я даже даже если бы я не спала в этот день и в этот момент я бы ничего не слышала более того я даже настолько не знаю этих людей в лицо я бы даже на улицу не узнала бы просто мимо проходил бы я бы не поняла что это люди живущие напротив нас более того я даже не знаю сколько конкретно людей там живет в этой квартире ну то есть вообще ничего вот и короче говоря да все это вот так вот прям такой накладывает какой-то отпечаток все равно неприятно не тоже не то что неприятно жутки вообще ванек привет как потренировался я видела как ты сейчас вань бросал мяч херли я вообще просто в шоке у тебя так круто получалось я даже не знала что ты вот так вот умеешь на весу на видов на бузла бутылка машине я даже не знала что ты умеешь вот так вот делать я долго просто по траве катаете когда круто вообще вань ты настоящий как взрослый уже игрок делаешь все тебе коуч сказал сейчас я похвалил нет а кто коуч был он третьем классе проходим молодец ваню что очень классно играл ванюшка доделают у нас домашнюю работу что тут надо делать предложение надо написать ни хрена не понимаю ладно делай я проверю потом второй рукой придерживаешь лист и пишет чтобы было аккуратно и красиво а зачем ты вообще карандаш взял карандашами окей 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 я поняла вот это оставь тогда мы его подточим потом второй рукой держи листик потому что на этом не пишут ты видишь какое покрытие посмотри ребристы все и стол такой же иди к себе за а стол для чего те стол вань здесь не можно нет ты меня слышал ты меня слышишь вообще что я тебе говорю у тебя есть свой стол иди пожалуйста и там занимайся включи себе там лампу на столь у тебя ровный стол иди там и пиши ты возьми все потому что там точить потом будем а потом принесешь мне прописи которую тебя русские уже начатое есть я тебе скажу сколько прописи на сделать окей хорошо это манга х потом прописи ладно нет тогда без приставки завтра а тогда или нет вот прям сейчас там пусть и вы видят твоей психи давай вперед всем доброе утро только посмотрите сколько у нас чаек прилетела на поле надеюсь что вам под что-то видно когда мы подходили они были прям вот около входа почувствовали видимо нас и улетели я не знаю что они так прилетают вот именно в это время года едят что ли здесь что-то почему им так привлекательно именно вот в сентябре поле может какие-то семечки здесь маленькие не знаю поближе покажу посмотрите сколько чет лопают непонятно что а мы скорее уши вышли гулять у нас 9 градусов на улице перри вон хоть собаку увидела ждет короче очень холодно не знаю как-то ванька сегодня в школу одеть подумать у нас тут образовалась уже своя собачья тусовка есть две собачки с которыми каждое утро встречаемся мы гуляем в одно и то же время и обязательно стоим там хоть пару минут болтаем в итоге сейчас время уже нам нужно бежать домой потому что ваню в школу вести к или еще не все сделала что надо было так и здесь надо раньше выходить гулять потому что у кэри теперь есть друзья как на детской площадке посмотрите как забор стригут то есть он такой густой что на нем сидеть можно это живая изгородь это просто кусты с ума сойти ай ван ай ван крифтишь то крифтишь то вау сегодня у нас такая классная безветренная погода решила вывести мальчишек в парк я их забираю после школы обоих ну ваня то само собой и елона тоже забираю поскольку мы практически соседи вот и думаю надо пользоваться моментом пока погода хорошая и выехать в парк вау 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 Это новый игрок? Айван, это новый игрок? Да, новый игрок. Я купил. Какой имя этого игрока? Ковид. Как половина в классе играет. половина? Да, половина. Шан и Калина. Пойдем сейчас проверим. Пойдем сейчас проверим. Работает ли магазин. Купим кофеек. Что-нибудь вкусненькое. И где-нибудь либо посидим покушаем. Либо прям так на ходу. Как хорошо. Я предлагала маме Лоне тоже поехать. Но она занята. Я думаю, ну и ладно. Сейчас такие теплые более-менее дни. Хотя у нас не очень-то тепло заканчиваются. И наступает такая полноценная осень. Не надо прям за каждый день держаться и ходить гулять. Кстати, вон гуляет павлин. Айван, видишь павлин? Павлин! 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 Где? Где павлин? Дальше дворец. Дальше дворец. Дальше дворец. Дальше дворец. Я у вас не знаю. Глядя лук. Женщины стоят, обсуждают ковид и вакцин. Обожаю Авоку, обожаю этот магазин. Посмотрите, какая шикарная доска. каменная 79 евро ух ты а что это за штука такая кто знает наливается вино, а дальше что? что с ним происходит? на самом деле выбор еды не очень большой это чисто, знаете, какие-нибудь вкусняшки купить варенье, всякие джемы так, мы пришли найти что-нибудь вкусненькое это, Вань, по-моему, не Блейн, это с чем-то, с шоколадом или с чем-то сколько всяких вкусняшек смотрите, какие здесь тортики аппетитные блин, кофе такой горячий так, здесь какие-то всякие вкусняшки ветчина, ой, я вот это хочу, но в кассу не охота идти блин ну ладно, в следующий раз всякие вкусные штучки ой, какие фарточки симпатичные самые голодные дети ну и сама авока тоже очень классная там и одежда, и косметика, и посуда, и всякие штучки мы сейчас не пойдем туда, потому что мы с едой а так, как-нибудь зайдем, посмотрим, что там еще есть вкусно что, ваня впервые пробует tuneroll с тонцом good good? how you just hungry good good boy нелана, I wanted to try tasty? good представляете сейчас стояли в магазине когда покупали еду ко мне подошла бабушка такая уже прям бабушка лет ну за 70 и говорит где вы покупали свои кроссовки я так опешила честно говоря не ожидала женщины ну как-то во-первых в таком возрасте и вообще не ожидала такого вопроса я говорю вы знаете я даже не помню это было давно еще до локдаун скорее всего там там-то там-то на готовые классные кроссовки тоже таки хочу игры спасибо так удивлена была вот так что молодец я так люблю таких женщин не даст поговорить извините ну так вот очень люблю когда женщины или финиш люблю когда женщины в этом возрасте выглядят найти современно но в то же время вот не пошло а со вкусом в орландии очень много таких женщин правда в любом возрасте причем по моим наблюдениям чем старше женщина тем лучше она выглядит здесь то ли больше времени на себя остается с возрастом то ли финансовая возможность появляется знаете когда дети становятся независимыми независимыми ты в общем-то на себя больше средств тратишь в общем здесь очень много ухоженных женщин возрасте очень таких чтобы вот шли знаете как кошелки не чесаные не пойми в чем одеты практически нет но из местных я имею ввиду да ирландки женщины все очень очень неплохо выглядят стараются и макияжик и стрижечку там и как-то очень любит украшения хоть какие-то бижутерии они имеют значения они всегда так стараются выглядеть кстати мои кроссовки то что женщина интересуется вот так можно плюшки есть прыгать приходи ничего не отложится что-то в в в в в в в Поехали! Поехали! Это так страшно! Ты слышал! Вау, Иван! Попал, Нилона! Первый раз! Нет! У Вани такие глаза! Ванька на самом деле очень боится что-то новое. Пробовать всегда не решается. Уж его уговариваешь, уговариваешь, что Ваня, это не страшно. Попробуй! Только собрались пойти в лес погулять немножко, пройтись. Но мальчики распробовали тарзанку. И теперь, похоже, мы здесь надолго. Bye-bye! Счастье, полные штаны. Мы уже дома. Я замариновала курочку. Может, минут сорок назад. Тридцать. Сейчас фольгой накрою в духовку. И будет у нас на ужин курочка. Гарниры даже не знаю, наверное, и делать никакой не буду. Делаю салат овощной, и у нас будет просто курочка с салатом. Думаю, что так будет лучше. Так, а пока курица будет в духовке, я пойду покажу вам, наконец-то, коллекцию, если это можно так назвать, своих ароматов. Давно обещала показать вам коллекцию своих ароматов, но коллекции, на самом деле, назвать это сложно. У меня их немного, потому что я, ну, прям консерватор, мне очень сложно найти себе что-то новое. Поэтому, ну уж, что есть. Смотрите, буду показывать по, скажем так, составлю свой рейтинг. Самым последним ароматом будет мой самый-самый любимый. Соответственно, этот вот последний по нелюбимости, будем так говорить. Значит, это Armani Because It's You. Естественно, никаких нот я наизусть не знаю, поэтому я все подпишу. Из чего состоит аромат. Скажу только свои впечатления. Значит, во-первых, он хорошо держится. Достаточно долго держится. Это такой сладкий аромат. Вообще, я люблю сладкий аромат. У меня практически все сладкие. Но он достаточно простой. Вот, знаете, не умею это делать, не знаю, как выразиться. Но он такой прям какой-то, ну, так себе, в общем. Я пользуюсь им крайне редко. Он у меня стоит вот так мертвым грузом. В принципе, я бы кому-нибудь его отдала даже. Не очень он мне нравится. Видите, я использовала совсем чуть-чуть. Это маленький флакончик. Я, кстати, всегда покупаю себе маленькие флакончики, потому что мне быстро достаточно все надоедает. Поэтому, если кому-то нужен, и мы можем как-то встретиться или, я не знаю, просто отправлять его в другую страну, смысла нет. Пересылка будет стоить дороже. Вот. Если кто-то в Ирландии недалеко живет, пожалуйста, если вам нравится, я могу даже вам отдать. Мне как-то так не очень зашел. Так, следующий будет, наверное, вот этот аромат. Это Hermes. Называется, я не знаю, как правильно прочитать, Le Jardin de Monsieur Li. Если бы я была француженкой, я бы именно вот так это прочитала. Что сказать? Этот аромат очень интересный. Он гораздо сложнее уже. Даже они не сравнятся абсолютно, они абсолютно разные. Но если этот прям совсем примитивный, то этот сложный аромат. Он легкий, свежий, летний. И, знаете, мне кажется, что в нем чувствуются нотки, что это именно Hermes. Вот я не знаю, как объяснить. Мне кажется, он прям такой типичный. Если честно, то на любителя. Мне его очень сильно рекомендовал продавец. Она говорила мне, что все будут спрашивать, что за аромат, потому что он очень такой необычный и не очень такой попсовый, не часто встречается. Вы знаете, так и получилось. Я несколько раз уже отвечала, что это за аромат, на вопрос, что это за аромат. Поэтому, да, люди вопросы задают. Но, как видите, он у меня уже несколько лет, а я использовала меньше половины. Это был, кстати, набор. Это была туалетная вода, что-то для тела и что-то еще. Очень бы выгодная была цена. В общем, мама меня уговорила, мама мне подарила, кстати, вот эти тоже. Так что так себе я. Крайне редко им пользуюсь, но бывает так в охотку. Следующий. Вот этот аромат. Это, я считаю, одним из самых больших обманов меня. Потому что этот аромат мы покупали в Литуале. Это селективный аромат, который стоит достаточно дорого. Он стоил около 15 тысяч рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Покупали мы его в Литуале. Это сеть российских косметических магазинов. Очень крупная. Наверное, самая крупная. Ну, одна из самых в России. И у них есть отдел с селективной парфюмерией. В общем, что хочу сказать. Аромат у него обалденный. Слов нету вообще. Он очень... Знаете, у него такой восточный... Восточная такая бутылочка. Но запах, я бы не сказала, что очень восточный. Он... Ну, не умею я описывать ароматы. И все подпишу. Он такой вот прям вкусный. Не знаю, как сказать. С удовольствием им пользуюсь. Он мне очень нравится. Но... У него есть одно большое но. Он абсолютно не стойкий. Несмотря на то, что он дорогой, селективный и какой-то супер-пупер. Он абсолютно не стойкий. По крайней мере, на мне. Я не чувствую, что он... Вещи пропитываются этим ароматом. Он как-то абсолютно очень быстро от меня уходит. И мне это очень не нравится. Тем более, за такие деньги. Дальше один из самых моих таких любимых ароматов, которыми я часто очень пользуюсь. Это и Сен-Лоран. Называется, я забыла как. Манифесто и эликсир. Есть манифесто, по-моему... Знаете, как, по-моему, обычно. Есть Intense, если я не ошибаюсь. Но не суть важно. Они, по-моему, одинаково пахнут. Только какой-то интенсивнее, какой-то нет. В общем, это прям чисто мой аромат. Если вы знаете его, если вы знаете этот аромат, это вот прям я. Это вот однозначно про меня. Это мой самый-самый любимый такой тип ароматов. Сладкий, пудровый. Такой вечерний, достаточно тяжелый. Для кого-то он прям удушливый. Но я очень люблю такие ароматы. С удовольствием им пользуюсь. Осталось у меня совсем чуть-чуть. Буквально вот так вот. Тоже маленький пузыречек. Он очень стойкий, классный. Ну, даже сказать... Больше ни о чем. Я думаю, он обалденный. Обалденный. Один из самых-самых моих любимых. Дальше по любимости идет Том Форд. Табакованиль. Это уже такой попсовый аромат. Мне кажется, он есть практически у каждого. Его многие хвалят. Многие любят. Что хочу сказать. Это дорогой аромат. Вот по своему... Как сказать... По своим составляющим. Это... Вот мимо проходит человек. Оставляет за собой шлейф этого аромата. Но сразу чувствуется, что это не дешевый аромат. Прям какой-то вечерний. Такой, знаете... Манящий, что ли. Вот какой-то прям... Немного... Я бы даже назвала его унисекс. Я не знаю, он унисекс или нет. Но мне кажется, что он и для мужчин бы на самом деле подошел. А я в последнее время очень люблю ароматы, которые мужские и женские могут быть. Я вижу в этом какую-то фишку. Прям нравится мне. Вот. Поэтому это прям классика уже. Классика жанра. Это Вова мне дарил на, по-моему, 8 марта. А до этого мама мне дарила вот такой вот тоже табакованиль. Это спрей для тела. Они абсолютно одинаково пахнут. Разница в стойкости. Вот этот спрей для тела. Он вообще не стойкий. Он стоит гораздо дешевле. Но он буквально, я не знаю, полчаса и все. А туалетная вода... Кстати, сразу скажу, я не разбираюсь, что такое туалетная вода, парфюмированная вода, духи там и так далее. Я в этом вообще ничего не понимаю. Поэтому для меня все туалетная вода. Или если по-умному, я называю просто аромат. Вот. А основной аромат, будем так называть, он держится очень долго. Классный. Он прям, ну вот, здоровский. Мне кажется, что он настолько универсальный. Хотя, наверное, понравится не всем. Вот. И самый мой любимый аромат на сегодняшний день. Я уже говорила, я его просто обожаю. Купила его недавно. Купила его уже второй или даже третий раз. Это Zara Ebony Wood. Тут как бы ни странно, да, сравнить стоимость этих ароматов. Вот этот из Zara стоит где-то 15 евро. Здесь 30, по-моему, миллилитров. Вот. Больше не бывает. Был бы больше, я бы купила больше. Потому что это мой однозначный фаворит. Он точно унисекс. Сейчас. Опять же, все составляющие напишу. Я знаю, что его можно комбинировать с другими ароматами вот из этой линейки. Это какой-то, ну, относительная, по-моему, новинка в Zara. Какой-то супер, знаете, как, суперпрофессионал в мире ароматов изобретал этот аромат для Zara. Поэтому присмотритесь. Он стоит очень недорого. Он, к сожалению, тоже нестойкий. Но 15 евро, в общем-то, что вы хотели, как говорится. Но я от него просто балдею. Я готова им улиться и ходить. Мне кажется, что вот так вот пахнет, знаете, повседневный. Такой повседневный, рабочий даже, может быть, офисный вариант. Вот, знаете, немножко где-то кожей пахнет. Где-то вот каким-то деревом, что ли. Ну, вот прям очень классно. Я уже вам говорила. Для меня он в стиле Sisley. Если вы пробовали ароматы Sisley, то это примерно вот из этой же серии. Хотя Sisley гораздо более, ну, для меня агрессивные. Гораздо более такие вот навязчивые, что ли. А этот вот прям класс. Вот. В этом во всем не хватает двух моих самых любимых ароматов. Это Carolina Herrera. Не помню, как называется. В виде туфельки. Такой синий. И очень я люблю Пакарабан Олимпия. Самый первый аромат, который у них вышел из этой серии. Я обязательно себе их приобрету в ближайшее время. И прям буду тогда окончательно довольна. Вот моя скромная коллекция. Да, кстати, у меня еще в машине лежит два маленьких ароматика от Zara. Это на случай, если я забыла воспользоваться. Или, допустим, в машине я хочу, чтобы вкусно пахло. Вот. А так, вот все. Хочу поделиться с вами еще некоторыми находками своими. Ну, на самом деле это не так, чтобы прям очень находки. Мы пользуемся уже, покупаем достаточно давно это. Первая вещь это такое трюфельное масло. Оно очень вкусное. Это обычное 94% оливковое масло. 5% это какой-то ароматизатор. И 1% натертые кусочки трюфеля. Это вот они. Вот эти вот коричневенькие черненькие. Это трюфель на дне. Если вот так взболтать, то они, в общем-то, плавают вот так в масле. И можно даже, могут даже попасть к вам в салат, например. В общем, это очень вкусное масло. Если вы когда-нибудь... Что когда-нибудь? Да ничего. Если вы не пробовали еще, попробуйте. Это из Lidl. Стоит оно недорого. Здесь 125 мл. Маленькая бутылочка. Но оно очень вкусное. Бывает, к сожалению, не всегда. Так что, если его видите, срочно берите. Попробуйте. Я думаю, что вы не пожалеете. Очень специфический вкус, но очень интересный. И второе, о чем я хочу вам рассказать, это вот такая колбаска. Она тоже из Lidl. Polish taste. Какой-то, как вам сказать, польский, из польских продуктов. Это очень вкусная вещь. Смотрите, вот так выглядит эта нарезка. Очень тоненько нарезана. Это как сыровяленая колбаса с перчиком. Вот эти кругляшки, это перчик разрезанный получается. Она очень вкусная. Вот для меня единственное, что она все-таки не для бутербродов, а, знаете, вот посмаковать, там, я не знаю, может быть, с вином или там, ну, типа хамона, знаете, использовать типа хамона. Но и на бутерброды, я думаю, что будет вкусная. Она остренькая и очень вкусная. Не пожалеете. Мне кажется, что в Lidl это новинка, потому что мы такую колбасу раньше не видели. Иначе бы я ее уже давным-давно попробовала. Из серии, что у нас сегодня на ужин. Это курочка. Чувство получилось очень вкусное. Я ее замариновала. Знаете в чем? Соль, перец, сушеный чеснок, паприка, тимьян, розмарин, базилик, лимонный сок, оливковое масло и все. Я ее обмазала. Причем я уже показывала, как я это делаю. Не только сверху, но и залезаю под кожу и само мяско вот так вот обмазываю. Прямо в карманчик делаю. Все накрыла фольгой. Час под фольгой и потом немножко до румяности без фольги. Вот и все. Курочка готова. Сейчас будем садиться ужинать. И салатик. Вот такой. Приятного аппетита. Ну что, я снимаю с лампой. Я видео про туалетную воду, про ароматы тоже снимала с лампой. Мне кажется, что свет однозначно лучше. Единственное, что сейчас мне кажется, что у меня из-за света как-то явно подчеркиваются складки на лице. Не знаю, но это надо как-то экспериментировать. Ну, по крайней мере, мое лицо видно. И, наверное, нужно было бы вот так повыше сесть. Вот так получше. В общем, что хочу сказать. Просто хочу резюмировать, сказать пару слов об этом дне, об этих днях. О плохом говорить не буду. Скажу о хорошем. По поводу пельменей. Прекрасный рецепт. Варить пельмени сначала, чтобы в воде была луковица и укроп. Укроп дает нереальный аромат. Я не могу сказать, что я какой-то вкус почувствовала в самих пельменях особенный. Но аромат сумасшедший. Прям возбуждает аппетит. Просто нереально. Вот. Поэтому я себе взяла на заметку. Теперь, если у меня будет в доме укроп при варке пельменей, я обязательно буду добавлять воду. Спасибо большое за совет. Правда, очень полезно и вам тоже рекомендую. Что еще хотела сказать? Слушай, я все о еде да о еде. Больше сказать не о чем. Ну, ладно. Раз больше не вспоминается, ну, значит, не вспоминается. Ваня у нас уже спит. Вова тоже собирается спать. Я сейчас переделала кучу дел, честно говоря, на ночь. Вот таких, знаете, перед тем, как уйти спать, получается, что ты должен убрать посуду, вытереть все столы, там все протереть, затереть. В ванне в туалет. Ну, короче, все прекрасно понимают. Вот. Так что я сейчас еще должна... Блин, на голове тоже вообще... Кстати, я скоро иду краситься в понедельник и стричься. Вот. Так что всем огромное спасибо за просмотр, за то, что не забывайте меня. Смотрите, комментируйте и ставите мне лайки. Мне это очень приятно, кто мог подумать. Все, я пошла монтировать, загружать видео. Буду уже утром. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok